Здравствуйте всем! И вы, как всегда, в гостях в моих цветочных джунглях. Сегодня речь пойдет о рипсолидопсисах и шлюмбергерах. У меня, кто следит, есть два больших дерева. Один шлюмбергер и другой рипсолидопсис. Им уже по 10 лет. А вот это... Здесь их в обзоре нет, этих деревьев моих. Ну, я их деревьями называю, потому что они очень большие. А здесь у меня в обзоре сегодня малышки. Рипсолидопсисы и шлюмбергеры. Также, видите, у нас пришло бабье лето за окном. Сегодня 33 градуса. Мы все так счастливы, мы ходим в футболках. Это последнее тепло перед зимой, перед холодом. Ну вот, еще пока что не пропала моя питунья. Она за окном. Все по-прежнему цветет, потому что питунья выдерживает до 4 градусов тепла. Вы не представляете, как ароматит. Вот просто ароматит духами. Я сейчас ее занесла, вот этот вот горшочек с улицы. Ну, оно у меня за окном стоит. Там вот плетьи ее спускаются. Но уже, видите, она уже не такая, как была. Уже она начала отсыхать, видите, засушивать что-то. Еще и как пришла осень, я особо сильно их тоже там не поливаю. Сильно не проверяю, поэтому они начали подсыхать. А жара опять пришла. В общем, моя питунья сейчас супер ароматит. Знаете, я просто удивляюсь, почему нет духов питунья. Потому что запах вот у этих фиолетовых, вообще на самом деле она фиолетовая, почему-то камера передает таким ярко-синим ее. Вот, но они ароматят просто потрясающе. Просто такой шикарный запах, такой вот, знаете, изысканный, нежный. Такой изысканный, такой, знаете, он достаточно сильный. Обожаю, как пахнет питунья. Колиус мой. Видите, там питунья уже не стало, потому что вся засохла. Я где-то переставала поливать, сильно не проверяла, как летом. И уже там питунья у меня засохла, я ее обрезала. Но Колиус, я надеюсь, живет в моем доме, если найдется ему место. У меня катастрофически нет места. В общем, ну, речь все-таки сегодня о вот этих малышках. Как я говорила, у меня есть два дерева, но сегодня их в обзоре нет. Эти два тоже у меня такие достаточно крупные. Это что у меня? Это у меня репсолидопсис, который должен один сести желтым, другой... Так, вот забыла уже. Один желтым, другой то ли, по-моему, малиновым. Да, кажется, малиновым. Ну, вот посмотрите, как за лето он вырос. Я говорила, они у меня такие мясистые, круглые. Они у меня сейчас стоят на лоджии. Все эти репсолидопсисы и шембергеры. Там достаточно ночью прохладная температура. Я их закаляю перед тем, как, в общем-то, продержу до самых холодов там. Говорят, что им это очень благоприятно помогает, чтобы потом они цвели. Ну, вот проверим. Буду держать до самых холодов. Ночью там достаточно прохладный. Кстати, у меня сейчас там еще тоже закаляется мое дерево Бенджамина. Ну, нормально он себя там чувствует. Там же стоит моя фиалка одна единственная. Ничего себе чувствует. Вроде бы у нас уже опускалась до 5 градусов. Плюс ночью на улице. Ну, и там, я не знаю, сколько на лоджии было градусов. Наверное, мне кажется, 14-15, наверное, так. В общем, они у меня там стоят, закаляются, вот эти все. Это у меня шлембергеры отсаженные. Вот вы скажете, откуда столько, да? У меня столько не было. Вот эти три новиночки у меня купила по уценке. Не могла пройти мимо. Там такая уценка была, ну, супер дешевая. Просто за копейки отдавали. Подумала, они у меня уже отцветающие. Думаю, вдруг какого-то цвета у меня... Ну, один я посмотрела, вроде как какой-то белый был, что ли. Другой какой-то, видите, вот такой красный. И вот этот малиновый. Но я подумала, вдруг расцветет что-нибудь такое, чего у меня нет. Ну, как говорится, что-то будет со совпадением. Ну, и пусть будет, пусть растет. Вот эту я шлембергеру отсадила. Ну, вы скажете, как я что, специально? Нет, не специально. Вот обламываются веточки, а я же не могу пойти и выкинуть. Я же пойду и посажу. И вот эта шлембергера у меня просто... Ой, это не шлембергера, репсолидопсис. Ой, нет, это шлембергера. Ой, боже мой, я в этих названиях. Шлембергера – это кактус, который цветет... Вот лучше их все-таки называть другими именами, как их в простонародье говорят. Шлембергера – это кактус, который цветет на Рождество. Он еще по-другому называется рождественник. Рождественский кактус. А вот этот репсолидопсис – это пасхальный кактус. Давайте так, чтобы не путаться, потому что я сама начинаю эти названия путаться. Значит, вот этот я отсадила рождественник, но не отсаживала специально веточки. Вот я говорю, у именно рождественников, в отличие от вот этих пасхальных кактусов, он настолько хрупкий, постоянно обламываются веточки. Вот чуть-чуть заденешь, все, веточка обломалась. И вот так, конечно, если обламывается, я иду. И в этот горшочек уже один, знаю, что у меня там будет рождественник сидеть, и я туда подсаживаю, подсаживаю, подсаживаю. И вот так вот за лето, видите, уже вырос. В общем, садила веточки, он уже вот таким за лето вымахал. Были просто веточки обломанные. Там же сидит, видите, мой суккулент. Это, кстати, от моей коллекции остался единственный суккулент. У меня раньше целая была коллекция, я ее 10 лет занималась, успешно выращивала. У меня такие заросли суккулентов были. А потом я уехала как-то, даже это больше было, не 10 лет, нет, это не 10, это уже лет было 15 назад. 10 лет я их выращивала. И у меня была целая коллекция. Потом однажды я уехала в отпуск, доверила поливать домашним. И они, в общем, всю коллекцию залили. Я приехала, они мне все пропадать начали просто вот на глазах. Вот таких вот осталось у меня чуть-чуть. Вот этот суккулент, вот он, что-то как-то тоже у меня не особо, я им просто не занимаюсь особо. Вот так в горшочек его посадила, и он вот здесь вот пытается жить. Ну, забываю про него. Уже что-то с этими суккулентами я имею в виду, что была бы коллекция, я бы, конечно, и плотно занималась. А так вот сейчас у меня вот рождественники до пасхальной кактусы вот тоже слабость стала. Хотя суккуленты, было бы у меня место, я бы еще и суккуленты выращивала. Ну, вот перешла на орхидеи, и все-таки я вот не могу, просто схожу с ума по вот этим вот пасхальным и рождественским кактусам. Ну, как они шикарно цветут. Вот этот новенький, этот у меня появился этим летом. Я зашла там в одну организацию и упала. Там стоял, если моему, моим вот этим крупным деревьям, как я их называю, рождественникам и пасхальному кактусу по 10 лет, там стоял 25 лет. Это нечто было. Вот это я по сравнению с моими деревьями, тот был такой гигантский, что мои теперь деревья выглядят просто кустиками по сравнению с ним. И он цвел каким-то другим цветом, что-то там серединка какая-то у него совсем. И я, конечно же, такой огромный, я прям попросила. Я говорю, вы знаете, я и не занимаюсь, говорю, у вас какая-то расцветочка такая, которой у меня нет. Можно? Они мне сами подошли, обломали. Дали. Вот, и такие крупные, видите, веточки обломали. Мне не пожалели. Там такое дерево стоит огромное, что вот это прям как лилипутики по сравнению с ним. Они мне обломали. И вот он у меня уже прижился. Где-то он у меня уже месяц, наверное, чуть больше в доме. Ну, месяц, да. И, в общем, он цвести будет. Это что у нас? Это у нас тоже, это тоже рождественник. Это не репсолид... А, подождите. Нет, это репсолидопсис тоже. Это пасхальный тоже кактус. В общем, у меня вот один... А, нет, подождите. Вот видите, как хорошо. Сейчас я теперь начинаю понимать. Вот этот у меня рождественник. Вот это, видите, тоже. Вот что это? Откуда они у меня за лето? А вот обламывались, я отсаживала. Вот этот у меня пасхальный здесь. Ой, пасхальный. Рождественник сидит, да, здесь обломанные веточки. А вот этот, от вот этого... Вот от этих, от этих, я уже не помню. Я уже даже не помню, от кого что обламывается. Подхожу, вот так в горшки сажу. Может быть так, что вырастет разных цветов. Будет очень болтёжно. А вот эти три я купила так. Вот сейчас пытаюсь понять. Вот смотрите. Вот эти очень такие податливые. Это репсолидопсис или пасхальный кактус. Вот этот жёсткий. Как бы это не рождественник. А у меня рождественник-то вот один. По сути, он у меня цветёт ярко-красным. Поэтому смотрите, как хорошо, что я их купила. Я сначала что-то подумала, что это репсолидопсис. Нет, это же как раз такие рождественники я купила, которых у меня нет. И смотрите, все три цвета будут свести по-разному. Потому что это репсолидопсисы. Видите, какие они, какие немного у них такие округленькие листики. А этот нет, видите, это рождественник. Это как вот этот. У меня теперь получается, я теперь только сообразила. Я-то думала, ой, купила, у меня такие цвета думают. Ну, наверное, есть. А сейчас я поняла, что у меня репсолидопсисов. Три цвета разных. И теперь ещё четвёртый. Вот, четыре разных у меня репсолидопсиса или пасхальных кактуса. А теперь получается в моей коллекции четыре ещё рождественника. Они все, видите, это которые рождественники. Вот, они тоже, оказывается, все будут разных цветов. Потому что тут у меня рождественник цветёт ярко-красным. Вот только что может здесь совпадение быть. Вот. Так что, теперь в моей коллекции четыре разных репсолидопсиса, пасхальных кактуса. И четыре разных рождественника. Рождественских кактусов. Или шлюмбергеры. Четыре разных цветов того, четыре разных цветов того. Слушайте, акаци не зря я купила. Я вот прям как-то покупала. Думаю, ну у меня же они есть. Акаци-то у меня есть. Вот эти разного цвета, но шлюмбергеры. Но не репсы. Ой, господи. Вот видите, опять я их перепутала названия. Четыре разных вот этих есть. Почему четыре? Три. Три. А, ну вот четвёртые, да, мне дали. Четыре разных этих. И четыре разных этих. Четыре должны цвести на Пасху. И четыре должны цвести на Рождество. Вот так вот. Вот этот, видите, у него завязи ещё бутончиков. Но я всегда вот знаю, когда покупаешь, они многие вот так завязи есть. Потом прям обламываются и падают. Ну не знаю. Я сейчас поливаю с дна их, потому что вот прям наливаю на донышко и оттуда они пьют. Я поверх не поливаю. Видите, что с грунтом? Они залитые были. Видите, там плесень идёт. Ну плесень, она засохла опять же. Её главное не разбудить теперь. Поэтому я поливаю аккуратненько, в подончик наливаю. Вот так они пьют. Вот такие дела. Вот откуда их опять так много. Потому что бесщадно обламывается. А я не могу вот просто взять, пойти и в мусорное ведро выкинуть. Вообще, я им определю отдельную полочку. Есть у меня такая, такой вот, как называется, такая полочка передвижная, да, такая высокенькая. Там четыре отделения имеется в виду. Ну такая это, как называется, ну полочка, да. Полочка такая с четырьмя ярусами. Вот я под них, наверное, эту полочку выделю. И всех их туда поставлю на зиму. Потому что их опять много, как и орхидемия в доме. Видите, заросли. Ну что делать, если растут? Вот видите, всё у меня растёт. Вот все у меня говорят, что у меня, как за рубежом говорят, зелёные пальчики у человека. You have green fingers. Это значит, что у тебя, ну всё, что ты не пасаешь, всё растёт. То есть у тебя зелёные пальчики, они говорят. Как бы, что ты легко всё выращиваешь. Ну вот что растёт? Ну посмотрите, как за лето прибавилось. Вот видно, да, это зелёная поросль. Вот оно всё новенькое дало здесь. Целую кучу вот новенького дало. Оно росло, я их воткнула, и они вот начали прям хорошо вот так активно расти. Но они так цветут шикарно, ну это же вообще. Я у некоторых смотрю, вот когда заросли есть такие в домах, тоже увлекаются ими, когда они начинают свистеть. Особенно, когда это большие деревья, заросли такие. Ну это же такая шикарная картина. Я от них также схожу с ума, от их цветов. Как и от кактусов. Вот у кактусов такие же диковинные всегда. Цветы у суккулентов некоторых. Ну суккуленты большей части они не цветут, но есть и же какие-то там цветущие виды, типа как каменная роза и так далее. Ну у них такие диковинные цветы, такие вот неповторимые, да. Обещала выложить, но... Нет, обещала выложить ей свой этот фотоколлаж, сделать узманией. А рипсолидопсис у меня фотоколлажи есть. Если вы посмотрите, там я выкладывала как красный цветет шлюмбергера. У меня такие диковинные цветы. Всем рекомендую. Знаете, тоже этот цветок особо, ну как бы, знаете, их тоже переливать особо не надо, но он воды не боится. Ну где-то вот хотите, чтобы новые ростики пошли, да, вот так. Их надо наоборот вот подержать, какое-то время не поливать, они тут же начинают вот такие новые ростики давать. Вот. В общем, они так. Ну тоже их, знаете, все надо с умом поливать. Я обычно всегда говорю, поливать надо с умом, надо понимать, как поливать, надо понимать, когда поливать и сколько поливать, и сколько давать просушки цветам. Если вы когда-нибудь найдете эту золотую середину, поймете принцип этот весь. У вас все будет в доме расти и практически ничего не пропадает. Если, конечно, вы только не принесли больной цветок домой. Потому что больные цветы, конечно, выхаживать шансы 50 на 50. И это не только касается орхидеи, но также и других цветов. Ну вот на такой вот заставочке. Там это, там это. Мой тоже суккулент стоит, огроменный. Единственный, который, и вот этот устроен маленький, у меня суккулент остались дома. Ну вот и все. И вот на такой красивой ноте, девочки и мальчики, я заканчиваю. И всем пока. Хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok